Особое мнение Вообще эта тема может быть надолго, хотя из моих первых разговоров с людьми, которые не только считаются, но я могу считать их экспертами, вырисовывается такая картина, что особенно вся эта история, будем называть панамская, панамгейт ее уже назвали, или панамские бумаги, что вся эта история, она не сильно уж и так влияет, во всяком случае, на общественное настроение в России. Вот вы, какие вы видите вообще последствия, что ли, немедленные, среднесрочные, скажем так, и долгосрочные всего этого скандала? Но перед тем, как я попрошу Сергея Цепляева ответить на этот вопрос, я должен нашим слушателям напомнить номер, плюс семь девятьсот двадцать один, девятьсот семьдесят двадцать два сорок, это для ваших смс-ок, ваши вопросы, замечания, ремарки, все, что вы хотите, мы ждем, чтобы вы тоже участвовали в этом разговоре. Сергей. Прежде всего, мы понимаем, что это событие мирового масштаба, Россия там является одним кирпичиком, вот эта компания панамская умудрилась, фанцека, умудрилась как-то, как бы, образом потерять одиннадцать с половиной миллионов документов, и гигантский консорциум журналистов, представляющий там семьдесят шесть стран, триста семьдесят журналистов, долго, упорно с этим разбирались. Итог разбирательства оказался достаточно интересным, поскольку там выявили 128 политиков, 29 миллиардеров из списка Форбс, и в целом вопрос стал очень серьезно, как дальше относиться, и что делать с всей этой офшорной юрисдикцией. Что можно сказать про офшоры? Их всего в мире, ну, по разным оценкам, от сорока пяти до пятидесяти. Вы имеете в виду сорок пять или пятьдесят территорий? Территорий, да, вот называется, какой-то остров, какой-то остров, там, еще чего-то, вот таких вот юридических точек, да, да, много там. И в сумме получается вот где-то такое количество, что-то в Латинской, в Америке, что-то в Европе. Туда люди прячут деньги или укладывают деньги. Я прошу прощения, но вот, если говорить уже по нами, то вот эту вот, эту компанию, которую раздербанили, да, сведения, это одна из сотни, по-моему, которые... То есть, в каждом месте еще пример несколько десятков такого. Вот сейчас там как раз по одному из этих офшоров обсуждают, что компания из Великобритании предоставляла услуг. Это гигантский мировой бизнес. Помогать богатым укладывать деньги либо имущество в соответствующие резиденции, а не привлекательны двумя вещами. Первое, низким налогообложением. И второе, чаще всего, закрытостью. То есть, оттуда информацию выловить, кто там, как и почему, очень тяжело. И используется для двух вещей. Первое, вот для того, чтобы там убрать деньги, спрятать, либо сделать их как малоналогооблагаемыми, либо, как в нашей ситуации чаще всего используется, унести туда концы имущества, таким образом, через цепочку владения, чтобы было просто не отобрать. Чтобы здесь никто не понимал, чье это имущество, и было невозможно отобрать. Ну, вот, Домодедовский аэропорт, это как раз одна из таких историй. Куда-то цепочка уходит далеко в офшоры. В принципе, сами по себе. Извините, просто здесь нужно, мне кажется, нашим слушателям объяснить, что Домодедовская история, тот господин Каменщик, которого там арестовали непонятно за что, как все подозревают, с целью, в общем, отобрать собственную. И в самом начале, когда... Но не могут это сделать, потому что она где-то далеко зарегистрирована. Как в самом начале было заявлено, что мы не понимаем, кто там собственник. И это одна из форм защиты, когда компания здесь становится собственностью кипрской компании, а это уже британское право. Эта компания становится собственностью ряда офшоров, офшоры становятся собственностью конкретных граждан, и уже не говорится, кто спрятано. И дальше этот гражданин еще передает все это в траст, и тем самым он вообще не имеет формального отношения к компании, и с ним же ничего не сделать. Надо будет только отбирать, в кавычках, да, эту компанию, непосредственно у иностранного собственника в виде кипрской компании. Засудят, затаскают по судам, если начнете отбирать. Вот в этом проблема. Сама по себе офшорная юрисдикция имеет право на существование. Она может быть, она существует. И где-то все законно. В чем проблемы начинаются? Проблемы начинаются в том, что туда начинают уводить и прятать нечистые деньги, деньги, происхождение которых сам гражданин не может объяснить в своей стране, и поэтому ему нужно их спрятать, потому что, понятно, взятки, какие-то коррупционные дела и так далее, и тому подобное. И вторая вещь, которая периодически всплывает, и вот это тоже касается нас, это всевозможные серые полузаконные операции, в которых задействованы эти офшорки, опять же для того, чтобы украсть и вывезти, и сложить там деньги. Кроме этого, по вот почему особенно обсуждаются политики, государственные деятели и так далее, есть некий моральный аспект. Чаще всего эти люди бьют себя в грудь и доказывают гражданам, что ну как же, вы же здесь, вы патриоты, страна, должны складывать здесь свои налоги, платить, поддерживать. И вдруг выясняется, что да, гражданам-то они предлагают, как всегда, быть патриотами, а сами свои денежки не пускают на общее, так сказать, дело, чтобы они работали в системе, чтобы платились большие налоги, они ходят туда. И вот эти истории, конечно, сейчас и ударили, поскольку там вдруг всплыли фамилии целого ряда ведущих политиков, типа премьер-министр Исландии, там же демонстрации с требованием досрочных выборов, всплыли фамилии группы лиц вокруг Си Цзиньпиня, порядка ста человек, и в Китае уже интернет закрыли по этой части, там же Петр Порошенко, и уже там требования импичмента, король Саудовской Аравии, президент Азербайджана Алиев, либо люди вокруг, скажем так, вот по утверждениям, все это показано документально, плюс определенные звезды шоу-бизнеса, футбола, спорта, вот это все просто предъявлено людям, и поставлена задача, что с этим надо что-то делать. Извините, австралийцы заявили, что там даже, видимо, 800 человек, вряд ли там элита, да? То есть 800 дело не будут разбирать, видимо, граждан Австралии, которые фигурируют в этих офшорах. Да, Франция говорит, что там сотни, причем первый человек, открывший офшор в 1800-м каком-то году, 19-й век, и включая опять Мишеля Платини, ну, понятное дело, вот она ситуация, появляются непонятные деньги, мы их непонятным образом выводим в офшор, и дальше, так сказать, прячутся, поэтому такие... А могут быть там законные деньги? Могут быть законные деньги, вы получили законные деньги, заплатили все налоги, официально туда их перевели, и дальше с этого офшора, например, покупаете какие-то предприятия с тем, чтобы минимизировать налогообложение. Вы честно, законно используете налоговую гавань. И поэтому требование, если посмотреть, так сказать, очень такое четкое и ясное Transparency International, не в том, чтобы ликвидировать офшоры, а в том, чтобы открыть конечных бенефициаров, чтобы не было тайны, а кто, а зачем. Вот сейчас эту тайну практически прорвали, и начинается большое разбирательство, что, где и как. По нашей стране, пока заявлено, порядка 12 семей, депутаты, чиновники, правительственная, администрация и так далее. И один музыкант. Да, и один музыкант, это, так сказать, петербургская история, виолончелист, уважаемый человек, который вообще, по-моему, далек от бизнеса, сколько он нашел, сколько возможно. Такой бизнес. И не исключено, что он окажется в режиме, что называется, фунта, которому придется за все ответить. И через эти офшоры было прокачано 2 миллиарда долларов. Его особенность, что он, конечно, сам пишет, что с 1977 года он знаком с Владимиром Владимировичем, и что они были вообще как братья, и очень тесно общались. И вот характер сделок, которые там проходили, вот они показывают, что это не вот такие вот какие-то легальные сделки, какие-то сделки на грани фола и за гранью. Примеры. Компания какая-нибудь наша большая, серьезная, заключает договор на покупку акций, которые она должна выполнить в интересах офшора. Дальше этот договор расторгает, типа не можем исполнить, и платит штраф, типа 750 тысяч долларов. За ней выполнены работы. Либо еще одна компания какая-нибудь говорит, ребята, подождите нам платить деньги. Ну вот не платите пока. Создается долг, 200 миллионов, и потом право требования долга по договору уступается этому офшору за 2 доллара. То есть фактически за 200 миллионов долларов тихо, спокойно исчезают в район британских Виргинских островов. Вот это вся та картина, которая, конечно, наверное, в краткосночной перспективе мало чего сделает в нашей стране. Теперь давайте про перспективы. Потому что по большому счету, ну где-то граждане, наверное, догадываются о том, что как ведутся дела, периодически появляются те или иные публикации. Мы видим эти безумные особняки, которые построятся в Москве, непонятно для кого и непонятно зачем. Потому что это нечеловеческие масштабы. И кроме, как сказать, чтобы показать соседу, что я круче тебя, они другой функции, наверное, выполнять не могут. Чисто демонстрационные функции. Граждане где-то, наверное, догадываются, что страна, вообще-то говоря, в таком вот режиме коррупционном живет вся целиком. Для многих, для многих, всегда почти последний уровень психологической защиты звучит так, что это бояре плохие. Вот там они все воруют и так далее, а царь-то хороший. Но он не знает. Но он не может. И максимум всевозможных утверждений звучит именно в этом варианте. Вот тяжесть этой ситуации, которая сейчас разворачивается, понятно, что здесь будет очень тяжело рассказывать, что не знает, не может. И что это вообще для него открытие, что так это происходит. Более того, я могу сказать, что иногда, вот мы сейчас об этих вещах говорим, и тоже говорится, что должно быть все здесь, должно быть все работать на нашу экономику. Но как только все возможные совместные предприятия регистрировались в газовой сфере с Газпромом, будь то там Северные потоки, Штокмановское месторождение, почему-то все это регистрируется в кантоне ЦУК. И основная претензия к канцлеру Шрёдеру, когда он пошел работать на Северный поток со стороны немецкой общественности, первое, не то, что он там пошел к русским работать, а то, что товарищ канцлер, или господин канцлер, вы тут нам долго рассказывали про предоитизм, что немецкие компании должны регистрироваться в Германии, и должны тем самым прибыль свою оставлять в Германии, платить налоги здесь, а теперь вы работаете на компанию, которая спрятана в таком почти налоговом тоже офшоре европейском, это вот кантон ЦУК в Швейцарии. А какую пламенную речь против офшоров произнес Владимир Владимирович вчера по радио, в том числе на Эхе, вот эти куски. Ну понятно, мы произносим речи, как-то у нас это ритуальные вообще вещи в значительной степени, вот как съезды партии были речи, там еще что-то, ритуал соблюдается, а дальше, когда возвращаются к реальной жизни, эти речи откладываются в сторону. Вот это вот постоянное двоемыслие, вот оно здесь очень четко и ясно демонстрируется. И в конце концов уже, ну, в общество начинает возникать понимание, и некоторая тоска, безусловно, что, ну, вообще коррупция снизу от какой-то низовой дошла до самого верху, до Белого-Воротничковой, у нас воруется бюджет, у нас создаются монополии, допуск только своих, ну, фактически полный вариант кланов капитализма. Мы должны понимать, и это понимание постепенно, наверное, будет, так сказать, разливаться, что с таким вариантом экономики ничего сделать невозможно. Мы обречены на отставание, обречены на погружение в это коррупционно унылое болото, и дорога почти как у Латинской Америки. Я боюсь, что это такое, вот мы говорим, что должны, должны, что мы все поймем, но что-то не сильно-то понимаем. Это происходит на самом деле... И мне, как бы, еще раз повторю, вот, опять же, вот за два дня, за первые два дня после этого, так сказать, начала этого скандала, общее ощущение, что никакого шока не произошло. Это не шок, потому что люди это знали, догадывались, вернее. Ну, догадывались. Они не знали там конкретной схемы, там, Рал Дугин, или там, виолончелист, или пианист, да, это не важно. Но то, что такая схема есть, все знали и понимали. Ну, я могу так сказать, во-первых, не все. Вот мы придумаем, что вот как думает определенная часть интеллигенции, так думает вся страна. Для части людей это открытие. Вот я, например... А если они узнают об этом? Многие начинают задумываться. Я могу сказать, что вот когда я писал статью и выступал о том, как проводилась индустриализация, и какая роль в этом американских, немецких фирме Альберта Кана, только выясняется, что для 90% людей это совершенно новая информация, потому что они никогда в жизни об этом не слышали. И для них это удивление. И это заставляет переосмыслять многое. Конечно, для многих, я могу сказать, у людей установлена психологическая защита. Они до последнего будут отбиваться. Да, и не точно даже проще жизнь. Потому что в этой ситуации наступает внутренний крах. Их внутренняя схема патерналистская говорит, что вот там, в Кремле, сидит человек, или там даже люди, которые о нас думают, только о наших проблемах и пекутся. И, конечно, если будет трудно, они защитят, они все это сделают. Вот я сложил свои проблемы в повозку к начальнику, и начальник их будет решать. И если вдруг, и вот здесь рейтинг надежды великого президента, любого в России. А вот если мы понимаем, что в какой-то момент это ощущение, что там о нас беспокоится, оно исчезает, и это происходит обвально. Вот на самом деле, после этого возникают очень большие проблемы, потому что реально авторитет власти исчезает в одну минуту. Собственно, так происходило в очень многих автократических режимах и на Ближнем Востоке, и в Европе, когда еще вчера монолит, типа Румыния, пять дней, и уже ничего нет. Все рушится. И все рушится. Ну, кстати говоря, Советский Союз обрушился. Да и Российская империя также ушла. В три дня никто даже представить не мог. Три дня и уже Великая империя, которая там строилась какой-то сотни лет, вдруг не осталась. Поэтому вот, когда мы начинаем говорить, что вот коррупция, ну, мы начинаем это говорить уже как будто совершенно естественно, потому что она у нас глубоко в культуре сидит. Мы коррупционное поведение заплатить гаишнику, заплатить за экзамен, взять, пойти продуктовый набор на выборах, заплатить за деньги, более того, проголосовать за кандидата, который лично вам почему-то обещает непонятные преференции и говорит не о стране, а вот я вам дам. А за счет кого он дам? За счет других. Это в чистом виде коррупционное поведение гигантской массы граждан. И теперь мы понимаем, что эта машина так работает. Как это сказывается? Ну, вот пример. Милан. В чистые руки провели операцию. 20 тысяч пошло последствия, 500 политиков посадили, включая премьер-министра. Результат. Километр метро стал дешевле на 57%. Аэропорт международный построили за 40% от исходно заявленной стоимости. Вдруг муниципальные предприятия по уборке мусора там по всему остальному стали прибыльными. Раньше были убыточными. И мгновенно удалось погнизить муниципальные налоги. То есть реально мы понимаем, что картина у нас приблизительно такая же, что если вы бежите вперед, а у вас на спине рюкзак вашего веса, а вы должны соревноваться с другими бегунами, ну, чего вы достигнете в этой ситуации? Ну, невозможно бегать с феригами на ногах, там, с гирями. И вот этот вот этот коррупционный налог и коррупционная машина лишает нас будущего. Вот мы говорим тяжелейшая штука. Как от этого избавиться? Я бы сказал так, что должно произойти два, ну, совершенно фантастических события. Они крайне маловероятны. У нас очень мало шансов. Первое, мы уже говорили, что вдруг общество и в значительной степени управляющий, думающий класс должны осознать, что дальше так жить нельзя. Ну, вот в рост уже невозможно. Вот мы начинаем к этому периоду приближаться. Что, ну, не бизнес невозможно вести. Да вообще все отвратительно. Ну, просто тошнит от всего того, что происходит. Это обычно происходит в России тогда, когда мы вдруг понимаем, что мы отстали. А сейчас такое понимание начинает разливаться. Каждый раз после какой-то военной истории вдруг начинается слово, что мы отстали. Так дальше нельзя, давайте заворачивать. И вторая вещь, которая должна произойти, не менее маловероятная, но что делать? К власти должна прийти политическая элита, которая лично для себя не ставит в качестве задачи не только незаконное обогащение, а даже законное обогащение не ставит себе в качестве задачи. Потому что для них просто важнее ценности гораздо более высокого порядка. Что вот невероятный драйв, счастье, это суметь здесь что-то сделать, построить, ну, классно управлять и добиться результата. И куда вы денете все эти ваши хоромы? Куда вы денете все то, что вы нарассовали по офшорам? Ну, это же другой совершенно уровень людей. И самое удивительное, последнее могу сказать, что пока мы, как граждане, мы таких людей отсекаем на дальних поступах к власти. Я, как представитель президента, помню, выборы в Петербурге, передо мной все списки кандидатов. Я знаю, вот этот трезвый человек, он работает, он говорит правду. А вот эти ребята появляются, они будут завтра раздавать пакеты с подарками, и кричать, что мы вам все дадим, накормим, напоим и сделаем. И с невероятной точностью граждане на выборах мы все выбираем ровно того, который рассказывает нам чудеса, байки и готов нас подкупать. А те люди, которые говорят, что надо много работать... Типа не быть чипоги в индийском ике. Да, типа того. А те люди, которые серьезные, которые готовы включаться и так далее, мы же всех их повыкидывали. Начиная с 90-го года и готов со всех постов. Да, извините, значит, вот смотрите, если уж брать, вы там итальянский пример привели по поводу чистых рук, я бы привел в ответ французский, когда Деголь, придя к власти, поменял всех судей. Да, и я это к тому, что, я так думаю, что вы, смотрите, у нас информация, откуда уже, значит, из Австралии, той же, да, Исландия, значит, отовсюду, и везде уже следственные органы, да. Почти везде открываются следствия по этим делам. У нас, я не думаю, да, что... Нет, у нас ответ уже сформулирован, это провокация, и вообще вся эта затея сделана только для одного, чтобы, чтобы, президента Путина, очень чистое имя России и нашего руководства. Поэтому у нас, я так понимаю, последствий этого скандала внутри страны не будет. Но что вы думаете? Это накапливается постепенно, накапливается шаг за шагом. Да, но вопрос у меня в другом. Вот вы начали об этом говорить, что вы думаете? Возможно ли все-таки международное преследование? Международное преследование, возможно, частично, это сложно, но у нас уже есть примеры, они тоже позвучали в последнее время. Мы помним эту тяжелую историю, когда у нас в Испании осела соридная группа Тамбовского сообщества, и в какой-то момент испанская прокуратура дала санкции на прослушивание. Три года они слушали. И с этими товарищами тут беседовало громадное количество эстеблишмента, начиная там с Сердюкова, Зубкова и дальше по списку. Да, Бастрыкин не говорил, о нем говорили. И в результате в какой-то момент все это затихло. Они дали возможность основным фигурам, начиная с Геннадия Петрова, выехать из страны под предметом лечения. Решили, как бы, эту тему себя сбросить, похоже. Но сейчас, видимо, ситуация поменялась, либо и немножечко объяснили. Возбудено уголовное дело против 26 человек по отмыванию денег по участию в деятельности ОПГ Тамбовского. И просто выписываются ордера на арест и объявляется в международной розыске. Там уже наш депутат Владислав Резник от Единой России вместе с женой, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Улов, который 78 раз звонил Петрову, консультировался с ним, как что делать в полиции и тому подобное. 78, потому что это номер Петербурга, 78 раз поднял телефон, потом сказал достаточно. И реально это означает, что эти люди уже не в состоянии будут выехать за пределы страны, потому что практически в любом аэропорту или на пункте пересечения границы вас могут арестовать и дальше вы уже будете остальную часть времени проводить в тюрьме в Испании. Вот собственно такая картина. Поэтому я думаю, что поскольку это находится именно в экстерриториальном режиме, находится в других местах, то по этим всем фактам я не исключаю, что будут возбуждаться уголовные дела очень разными структурами и организациями. И дальше какая-то часть людей окажется в таком положении, что они должны будут находиться здесь, жить и работать. Для многих это катастрофа, потому что смысл их вообще всей деятельности было заработать, в кавычках, заработать здесь, перенести туда, сложить в хорошие и уютные места, выгнать туда фактически всю свою семью, детей, имущество и встретить старость где-нибудь на испанском берегу, и нежить в Жезлонге, и все вот это происходит. Теперь говорят, возвращайтесь товарищи на родину, и мы помним эту историю, когда... И вот вы в Панаме. Да, главная угроза для людей, которые работали в МИДе, было, что если они провинили, что будут отправлены на родину, на что был ответ, вы меня родиной-то не пугайте. Вот. Извините, я вот здесь уж перебью, потому что, когда я работал за границей, в Праге, там очень давно, там один у нас человек провинился, и начальник, выступая на партийном собрании, значит, говорил о наказаниях, вот такой-то, такой-то, он провинился, и, значит, пришлось отправить на родину. Да, вот больше наказания для этой публики, как оказаться на родине, вообще для них не существует. Поэтому... для нас это как выйти за пределы той сетки, в которой мы работаем, тоже нет. Поэтому я вот сейчас прерву новостей, и после этого мы еще, после выпуска новостей, мы продолжим разговор с Сергеем Цепляевым. Особое мнение. Еще раз добрый день. Особое мнение, я ее ведущий, его ведущий, особого мнения, Виталий Дымарский, и в гостях Сергей Цепляев, президент Фонда Республики, Семенкомитета гражданных инициатив. Мы, собственно говоря, с этого начали, и этим же и продолжаем. Это, конечно, панамский скандал, панамгейт, как его называют, панамские бумаги, как угодно. Мы уже так многие аспекты этого дела проговорили. Вам не обидно, как житель Петербурга, что все ноги растут из Петербурга? Да тут дело даже не в обиде. И у меня такое ощущение, что в какой-то момент возникнет, как это уже бывало, Ленинградская, теперь петербургское дело, что при слове «петербуржец» будут просто, так сказать, говорить все, что они по этому поводу думают. Сейчас пока при слове «питерские». Да, «питерские». Все, что накипело, и вообще, как в какой-то момент по поводу «донецких» и «днепропетровских», так дальше и «питерских», что вообще близко не подпускать по итогам всего предыдущего. Конечно, но хотелось бы, чтобы та команда, которая исторически получила шанс, вообще великий шанс возглавить великую страну, войдет в историю, у меня такое ощущение, сильно невеликим образом. И вообще, в целом, вот наблюдая за всем происходящим, это, конечно, вызывает жуткая вся эта тоску и уныние в каком-то смысле в эти страна, которые, и, пожалуйста, вам великие ученые, и изобретатели, и музыканты, и писатели, и все так далее, и чем мы занимаемся. И великие бизнесмены. Да, и великие бизнесмены, конечно, а как же, сколько было миллиончиков, которые, вообще-то говоря, сделали свое состояние просто из ничего, в основном староверы, кстати, вот, и вот, эта страна, люди получают эту страну на руки, как говорится, вот, имеют невероятный исторический шанс вытащить вот так. Вы знаете, меня что, вот в этой истории еще, так сказать, не то, чтобы смущать, многое, конечно, но смотрите, это вообще, действительно, как вы сказали, моральная сторона дела. Дело не в том, что, понятно, что политикам нельзя заниматься такими вещами, бизнесом, тем более, в таких масштабах и в таких формах, я бы сказал, да, вот. Но в какой-то момент возникло ощущение, что все можно. Смотрите, но это же на фоне, на фоне вот этих вот консервативных ценностей, религии, да, какую, я бы сказал, даже, я бы сказал, чрезмерной роли, там, РПЦ, да, и церкви, и церкви вообще, и религии, в смысле, церкви в частности, и религии вообще, да, в нашем обществе, не только православной. И вот на этом фоне, да, какая мораль? Где мораль? С одной стороны, традиционное двоемыслие, которое всегда фигурировало ханжество, отговориться одно, делается другое. А еще, если посмотреть и почитать, есть великая книга о нашем, в том числе и государственном аппарате, это Александр Иванович Герцин, было и дума, где все это описано, весь этот ужас, кошмар, воровства, ну, вообще, беспределы, и так далее, и тому подобное. И вот там он фразу пишет, кстати, шикарную, что государь за мнение посылает в Сибирь, за стихи морит в казематах, и скорее готов простить воровство и взятки, убийство и разбой, чем наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи. Вот, собственно говоря, все это происходит. Вот наглость человеческого достоинства и дерзость независимой речи наказываются, то есть, лояльность, ключевой вопрос. А если ты лоялен, ну, тогда закрываются глаза и на взятки, и на убийства, на все, что угодно. И эта модель работала до революции, и после революции, к сожалению, работает по-прежнему. Система вождя и племени, то тебе говорят, пожалуйста, ты имеешь свой кусок, кормись с него. Вот. Только должен прийти и сказать, отец родной, за тебя все что угодно, жизнь за царя. Но только как показала практика, в момент напряжения эти ребята, конечно, все разбегаются после всех этих заявлений, ярких горящих глаз. Ну, в русской литературе 19-го века вообще все описано, да, и все, что было до того, и все, что есть сейчас. На самом деле, это только не легче, понимаете, не так много нового действительно с тех пор. Но если, опять же, возвращаться, такое ощущение, что, конечно, вот из этой ситуации вылезать безумно тяжело России, и мы можем просто, так сказать, тихо сползти куда-то на обочину и уйти из исторической модели, и возникает такое ощущение, что надо вспоминать, как вообще возникало раннее христианство. То есть придется, наверное, создавать некое движение какого-то народного действия по стране, то есть в сетевом режиме группы лиц, которые сами для себя скажут между собой, что мы отказываемся от подобных практик, мы не даем взятки, мы не берем взятки, мы не действуем коррупционным образом и начинаем друг друга поддерживать, помогать, вести друг другом бизнес, зная, что у нас все будет чисто, что мы доверяем друг другу и так далее и тому подобное. И медленно-медленно, шаг за шагом, за сотню-другую лет, выходить на это очень быстро. Это теория грамши, знаете, которые такие островки, да, создавать. А такое ощущение, что ожидать, что вот придет почему-то великий и все за нас сделает, и здесь все вычистит, и заставит нас жить правильно, это уже нереально. Ну, я думаю, что надо сейчас по-настоящему... Инопланетян ждать. Почему? Ну, ждать, типа, нового Горбачева, скажем, да? И чего? Новый Горбачев сказал вместе с Ельцином, я даю вам свободу. А дальше, как только мы получили свободу, что мы сделали? Ее отдали обратно? Нет, первые. Мы в колоссальной степени развели вот эти все практики коррупционные, бандитские и так далее. Все это, то, что говорится в 90-е, это то, как мы смогли ей распорядиться. И от ноги будет возмущаться. Это не мы, это кто-то, это все люди, которые выросли, это все люди, которые пришли из нашей песочницы. Все с нами ходили в школу, там, в детский сад, в институт. Все эти люди, это вот, это наши люди, отказываться от них невозможно. Вот так мы смогли. Я люблю цитировать Максимилиана Волошина, написать, поэты говорят все очень коротко и четко. Он написал в 19-м году, что не в первый раз с мечтами о свободе мы строим новую тюрьму, потому что другое не умеем. И вот в этом-то колоссальная проблема. Пока не поменяется культура, пока, это Пушкин даже писал, что прогресс страны определяется прогрессом культуры населения. По-другому никак не получается. Ожидать чуда, а это одна из слабостей русского народа, ну, просто невозможно. Ну, не будет чуда. Поэтому все сейчас придется думать. Вот еще одно доказательство. Вот вам еще одна информация. Вы, как граждане, хотите быть великой страной с подобными замашками и практиками, начиная, еще раз говорю, от того, кто голосует или подделывает подписи на выборах, разрушает государство и заканчивает тех, кто ворует общественные деньги из бюджета, это крысятничеством называется, вообще-то говоря, и прячет их к черти где и черти как, и при этом бьет себя в грудь и говорит, что я патриот. Сергей, ну, я задаю вопрос, поскольку его надо задавать. Давайте. Ну, я думаю, что, то есть, короче, мы уже договорились, что особых последствий мы не ждем, но тем не менее, выборы в сентябре каким-то образом отразятся на поведении электората, на электоральном поведении, ну, как избирателей, скажем так, так и кандидатов. По избирателям, как всегда, сейчас разливается в силу экономических условий, в силу вот таких вещей, ощущение, что никому нельзя верить. Вот ощущение, что все в одним миром мазаны. Я ожидаю на ближайших выборах, если говорить реальное, а не рисованное части, просто очень большое падение явки. У людей сейчас будет нарастать вот это глухое раздражение, разочарование. Когда это выйдет в какой-то организованной форме, трудно себе представить. У меня такое ощущение, что уничтожая любые варианты легальной самоорганизации, власть ведет дело к неуправляемому бунту на каком-то уровне. Причем это они заказывают просто по схеме. Поэтому сейчас вот по выборам, то, как это разворачивается, мы видим первые, как бы сказать, признаки действия. История с Касьяновым, история с выборами в Барвихе, что на какие-то такие прекраснодушные надежды, что сейчас все будет по-новому, сейчас все будет по-другому, они ни на чем не основываются. Сегодня очень мало аргументов даже за то, чтобы призывать граждан идти на выборы. Наверное, только один, что если вообще никто не придет, то выборы отменят совсем. То есть институт надо как-то сохранять. Это будет еще хуже. Ну, в общем, да. Хотя уже непонятно куда хуже. Но выборы практически ничего не меняют. И я думаю, что явка будет довольно низкая, с криками, да все вы там вот такие вот, сякие эти. И это очень печально. Это очень сильное опасение вызывает. Здесь вот кто-то задал вопрос, Аня, по-моему, честный ли человек Ралдугин? Я думаю, что честный. Какое у вас впечатление? Такое впечатление, что вообще ничего не знало. Вот очень сложный вопрос. Типичное подставное лицо. Когда мы честные по отношению к друзьям, помогаем им уйти от закона, это в нашем понимании, это честный человек, а в западном понимании нет. Вот так и здесь, в европейском понимании. Да, Ралдугин, по-моему, человек, в общем, далекий от бизнеса. Какая-то попавшая в это дело из, опять же, солидарности и из вот этих вот честных, дружеских отношений со своим до давними другом. Все-таки надо интересоваться бумагами, на которые ты ставишь свою помощь. Это да, потому что такие бумаги подписывают, а потом, как показывают практику, людей сажали и расстреливали. Я, говорит, не знаю, что я подписал. Мне дали, я подписал. Все-таки взрослые люди, нельзя вот там, ну, музыкант, ну и что-то. Все равно надо все-таки понимать, что в реальном мире живет. Вот знаете, у нас есть еще полторы-две минуты, короткий комментарий. Я знаю, что вам есть что сказать вот по поводу вот этого конфликта, на который не очень, может быть, много внимания мы уделяем, но он очень важен для нас, под боком у России. Я имею в виду, опять, обострение вокруг Нагорного Карабаха. Да, это очень сложный конфликт. Мы плохо понимаем сегодня, что там происходит. Конфликт начался в 88-м году. Отложился Карабах, никем не признанная республика, в основном населенная армянами, на территории Азербайджана. Кроме того, пробив так называемый Лачинский коридор и захвачены территории между Арменией и Нагорным Карабахом, которые являются просто азербайджанскими территориями. Миллион беженцев. И вот эта проблема зависла в нерешенном таком режиме с бешкекских холошений 1994 года. Ясно, что когда в мире раз за разом начинаются варианты решения проблемы силовым способом, то рано или поздно в Азербайджане тоже придут к этой мысли, ну, чего же мы сидим. И не решена основания, тоже позиция по аналогии с нами. Нефтяные деньги заканчиваются, напряжение в стране растет, надо переключать внимание народа на внешнеполитические сюжеты. У нас это Украина и Сирия, у Азербайджана это, конечно, проблема освобождения собственных территорий, только помимо Карабаха. Решение вопроса с Карабахом, которым де-факто является азербайджанская территория, и, конечно, проблема миллиона беженцев, которые живут по-прежнему в временном режиме, является немым укором и давлением на азербайджанское руководство. Вот это та сложность, которая там есть. У нас люди не понимают, что войны на армянской территории сейчас нет. Все эти вещи происходят на территории Азербайджана, что, конечно, как говорится, не делает ситуацию легче. Мы находились в отношениях и с Арменией, и с Азербайджаном, поставляли туда и туда наше вооружение. Для нас предстоит очень филигранная дипломатическая работа. То есть мы не можем встать ни на одну, ни на другую сторону. Не хотелось бы вставать и становиться страной в этом конфликте. Нам только этого еще не хватало на этом всем в экономическом фоне. Спасибо. Это был Сергей Цепляев. До встречи через неделю. Спасибо и удачи. Особое мнение